Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Майк и Эмили, и сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие хот-доги моего и маминого производства, совместного, коллаборации. Здесь у нас лучок, три хот-дога. Не знаю, смогу ли я все это съесть, потому что многовато на самом деле, хот-доги большие, но надеюсь, что получится. Настроение у меня, честно, не вау, если честно. Опять квартирный вопрос. Я, наверное, вас уже задолбала с этой квартирой, поэтому не будем вдаваться в подробности. Сегодня ходили, смотрели варианты. И мне один вариант так понравился. Так понравился. Просто есть рыночная цена в квартире, и человек продает очень дорого. Очень. Наверное, хозяин учитывает все эти аспекты. Двенадцатый этаж. Вид на море с ремонта. После ремонта никто не жил. Идеально просто все. Просто продает он по такой цене. За эту цену я могу спокойно просто купить двухкомнатную квартиру. А может и трехкомнатную. Если найду. Еще один минус. Самое большое. Что у меня нету столько денег. Но я могу взять кредит. Но меня пугает кредит. Это получается где-то 800 тысяч нужно брать в кредит. Мама отговаривает. Говорит, зачем тебе оно надо? Куда торопишься? Найдешь еще хороший вариант. Да, она права. Но просто меня все устраивает в этой квартире. Ну да ладно. Не будем о грустном. Кто не знает, возможно, так же, как и я, в инстаграме появилась новая функция. Можно заблокировать не только этого человека, который вас раздражает, но и все его аккаунты. Возможно, вы все уже знаете об этом. Используйте эту функцию. Я об этом узнала только вчера. Это очень удобно. Например, ты блокируешь человека, он создает фейк-аккаунт и опять подписывается на тебя. Последний раз в хот-доге ели сайсель. И было это давно. Айсельчик сейчас вовсю готовится к универу. Я очень надеюсь, что у него получится поступить на бесплатный, как бы это сложно не было. Она способная девочка. Но многие спрашивают, почему нету видео совместных. Мне тоже неудобно каждый раз ее дергать. Она занимается. Мне хочется отвлекать. Пусть учится. Первый хот-дог так зашел. Булочки мы купили. Но вы знаете, булочки такие дорогие. Я была в шоке. Проще там чуть-чуть добавить и купить уже готовые хот-доги. Пусть учится. Вкусно. Настроение у меня какое-то, знаете, хочется куда-то поехать, отдохнуть. А вот с кем, не знаю. С кем и куда, непонятно. Но куда-то очень хочется. Жаля предлагала поехать в район. Но у Жаля тоже, знаете, у нее постоянные тренировки, постоянные занятия. Но ее работа интересная. Вот я побывала у нее на работе. Мне вообще очень нравится, когда зарплата сдельная. То есть нет вот этой вот фикса. Фикса нету. Потому что когда фиксированная зарплата, нету даже особо мотивации работать. То есть ты знаешь, ты будешь работать, будешь получать, например, 20 тысяч. Не будешь работать, будешь зарабатывать 20 тысяч. То есть не то, что вообще не будешь работать, но как бы особо такой мотивации что-то делать у меня лично не возникает, когда фиксированная зарплата. А когда фикс и бонусы... В последнее время на своей работе я беру все меньше и меньше клиентов. У меня основная цель, которую я добилась, которую я хотела добиться, это квартира. Можно сказать, на квартиру я уже накопила. Поэтому я понимаю, что жить тоже надо. Не 24 на 7 работать, понятное дело. Поэтому с каждым днем я беру все меньше и меньше клиентов. И возможно через, не знаю, полгода, через год вообще перестану работать, а только буду заниматься блогингом, ютубом. Да, я знаю, я учила вас, что обязательно должны быть отходники. Обязательно должна быть вторая работа, кроме ютуба. Да. Но у меня есть опыт в такой сфере, как строительный бизнес. В любой момент я смогу вернуться. Поэтому я как бы приняла решение работать на своей работе процентов на 10. Всю остальную силу отдавать ютубу и просто как-то отдыхать, путешествовать, смотреть какие-то сериалы, как-то жить. Не только работа, 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 заработать побольше, добиться целей и так далее. Хочу жить. Я это поняла. Я как и раньше чистлюсь там. Это не значит, что меня уволили или я уже ушла. Нет, просто беру меньше и меньше клиентов и возможно на какое-то время уйду. Мама всегда говорит всех денег в этой жизни не заработаешь. И вы знаете, я поняла, что она права. Постоянно бежать за клиентами. Постоянно снимать 24 на 7 видео. Чем дальше, тем больше я понимаю, что мне надоело. Пока не знаю точно, уйду ли я насовсем. Но я сейчас беру намного меньше клиентов, чем брала раньше. Так и работа получается качественнее. Больше времени могу уделить клиенту. Рассказать о всех подробностях. Мне всегда Шелли говорит, почему бы тебе не начать заняться каким-то бизнесом. Открыть какую-то шаурму, доставку или что-то такое. Или может в Инстаграме какой-то магазин бижутерии или одежды. Я так думаю, это все сложно. Это очень сложно наладить логистику, доставку. Элементарно мне очень часто пишут насчет мерча. То есть, типа, будет мерч Айка Эмили. Мне предлагали сделать футболки, где хэштег Мукбанг, хэштег АСМР. Ну, блин. Люди, которые мне это пишут, вы извините меня, но я уже никому не доверяю. Я тут начну их пиарить, рекламировать. Говорят, что вот, купите мой мерч. К примеру, просто ситуацию вам описываю. Люди, мои подписчики, подумают, круто. Возьму, например, такую футболку. Отправят деньги, а футболка так и не придет. Вот потом, как отвечать этим людям? Не знаю конкретно компанию. Вдруг, например, они возьмут и кинут вас всех. За это все ответственность несу я. Потом сидеть, плакать, мыть. Что вы знаете, меня тоже обманули, как и вас. почему-то всем вокруг всегда кажется, что заниматься бизнесом это очень просто. было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. с вами была Кемили. Пока.